Здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня мы с вами поговорим о зарплатах в Польше. Ну что самое главное? В 2015 году минимальная зарплата брутто составляет 1750 злотых. Это не самое главное. Самое главное это когда вы придете на собеседование, вас почти примут на работу, и останется один последний вопрос, самый щепетильный. А какая будет зарплата? И вы должны не стесняться и говорить, а какая у меня будет зарплата нету. Нету это значит чистое зарплата, которую вы будете получать на руки. Потому что есть такое понятие зарплата нету и зарплата бруто. Вот это две совсем разные зарплаты. Мы примерно просчитали, так, для интереса, чтобы понимать, какая зарплата нету и какая зарплата бруто. То есть, если, например, вам озвучивают, что ваша зарплата бруто 2775 злотых, ну так, округлен. Это значит, что на руки вы получите всего 2000 злотых. А 775 злотых это налог. Налог и оплата, это взнос. Значит, что будет входить в эти 775 злотых? 380 злотых, это примерно, тоже примерно. Это сумма взносов на соцобеспечение. Это то, что все называют ЗУЗ. Еще, кроме этого, взнос на медицинское страхование 215 злотых и 18% налог. Вот. Ну, 18% с какой суммы, не удалось разобраться. Там, ну, определенная специфика есть, начисление этого налога. Вот. Но точно знаем, что сумма налога 18% это 179 злотых из зарплаты 2775. Вот. Но это еще не все. Кроме того, что вы платите налог 775 злотых, работодатель, который вас берет на работу, тоже платит налог за то, что он вас взял на работу. И получается так. Так, работодатель платит ЗУЗ около 504 злотых. Так же само вот этот вот взнос на соцобеспечение. Кроме того, он платит 68 злотых взнос в фонд труда и еще 2,7 злотых в фонд гарантирования выплаты пособий. Ну, это приблизительный перевод, как-то так называется. Вот. Итого, ваша зарплата составляет 3350 злотых. Вот. А на руки вы получите 2000 злотых. Поэтому оговаривайте сумму нету, которую вы хотите получать на руки. То, что вы, Бог, сможете пощупать. Ну, и для информации, для сравнения, за 2014 год средняя зарплата в воеводстве Любельском, это там, где мы сейчас находимся в Люблине, составляла 300 тысячи злотых. В Мазовецком, это там, где Варшава, что неудивительно, средняя зарплата 5500 тысяч злотых. Но это все брутто. Это все брутто, да. Краков 4200. Северная часть, это там, где вот Гданск, Гдыня, Сопот, это воеводство. Там тоже 4200. Ну, и тоже интересно, не помню, как воеводство называется, но там, где Вроцлав, тоже у них брутто, средняя зарплата 4500. Вот, то есть выбирайте, где вам нравится больше средняя зарплата, но тоже, там большая средняя зарплата, но и жизнь там тоже дороже. Вот, как-нибудь мы снимем видео о стоимости жизни. О дорогой жизни. В Польше. Все, что касается денег, у тебя шикарная память. Еще хотела рассказать, что районная биржа труда в 2014 году зарегистрировали почти 390 тысяч заявлений о трудоустройстве иностранцев. И 370 тысяч примерно касалось именно граждан Украины. Такое увеличение потока работников с Украины, оно приводит к тому, что иммигранты не очень обращают внимание на условия труда, как бы соглашаются на любую работу. И в то же время работодатель тоже не очень спешит придерживаться правил трудоустройства. Поэтому будьте бдительны, заранее оговаривайте условия труда и оплаты. И все будет хорошо. Желаем вам удачи. Успехов. Спасибо.